Здорово, ребят, на свете Шамшурин. Нахожусь на отдыхе. И, ну, коротко, памяти на телефоне мало. Мы вчера тут разговаривали с одним мужиком, ну, естественно, дело, разговор зашел и о женщинах в том числе. Вот, и что-то мы вспомнили фильм «Москва слезам не верит», есть такой фильм. Я не знаю, конечно, наверное, к сожалению, процентов 70-80 из вас даже не знают, что это за кино. А это очень хороший, ну, такой советский, скажем так, фильм. И, ну, для тех мужчин, потому что, скорее всего, это уже поколение чуть постарше, кто этот фильм видел, мы вспомнили вот этого Гошу. Гоша, он же Жора, который там докопался до этой девушки в электричке. Вот, ну, то есть он такой был своеобразный пикапер своего времени, сразу там что-то про обувь сказал, еще что-то. Вот, но там есть такая ситуация, о которой я почему-то раньше не задумывался, а сейчас вот прям раз меня включил, что, блин, что за фигня. То есть ситуация такая, что... То есть когда, ну, этот мужик рассказывал, что, говорит, для меня важно, чтобы женщина, если она зарабатывает больше меня, значит, это уже не семья. В принципе, как бы я с ним отчасти согласен, но прикол не в этом. То есть он говорит, для меня, ну, если я узнаю, что моя женщина там зарабатывает больше меня, я уйду. И в итоге, как выяснилось, ну, а ему там сколько, наверное, уже под 50, я не помню. Вот, и получается, что он случайно узнал, что вот эта вот девушка, с которой начал встречаться женщина, главная героиня, что она работает там директором завода, «А он-то простой слесарь». И он, короче, свалил и просто пропал, ушел в запой. Ну, кто смотрел фильм, понимает, о чем я. То есть чувак просто узнал, что его женщина, ну, скажем, более статусная, чем он, и просто съебался куда-то в квартиру, закрылся на все замки и просто забухал. Ну, ребят, вот я что хочу сказать, это типичная русская, такая советская русская философия. То есть если у тебя что-то не так, как ты планировал, надо нажраться. Поэтому, не знаю, интересная тема, я раньше никогда об этом не задумывался. Вот, а еще второй момент, что, как бы, а кто виноват с другой стороны, да, что, чувак, тебе там 40 с хреном лет там под полтос, а ты слесарь. И, как бы, нужно вместо того, чтобы подумать, как свою жизнь изменить даже в этом возрасте, то есть ты идешь и бухаешь, сваливаешь от женщины, которую ты нашел, наконец-то, в своей жизни. Поэтому, вот, ребят, еще раз пересмотрите этот момент, заставит задуматься. Это такая, кстати, вот, какая-то деструктивная философия, и вот это вот не есть хорошо вот в этом фильме. Вот, а вообще, как бы, тема такая, ребят, смотрите, 12 декабря я уже говорил об этом. У меня в Москве будет заключительный групповой тренинг в этом году. В январе я ухожу в отпуск, в творческий отпуск, я буду дописывать книжку, и с клиентами работать не буду вообще. То есть группа, это самое халявное, что может быть для того, чтобы изменить свою жизнь. И вот, как бы, еще одна тема, не про тренинг, ребят, дослушайте до конца те, кто считает, что я опять что-то там продаю и так далее. То есть я вам ничего не продаю, блядь, оставайтесь в жопе, ну, я вам уже об этом говорил. То есть, вот все мы хотим ухоженных, красивых женщин, самых прикольных, самых там статусных, разодетых и так далее, и там подобное. Ребят, а если у вас нет денег даже на тренинг, 29 тысяч всего этот тренинг будет стоить. На что вы собираетесь возить женщину вот сюда вот отдыхать? На что вы собираетесь вашу женщину одевать? Как вы собираетесь ее кормить, поить? Как вы вообще будете любить женщину? То есть все хотят самых красивых, самых классных, самых ухоженных. А вы понимаете, что эти женщины тоже с такими не, как бы, не то чтобы завышенными требованиями, но они, то есть они к себе хорошо относятся. И если вы не сможете дать им какую-то хорошую, качественную жизнь, то они найдут это в другом месте, кто-то другой сможет, ребят. А вы потом будете набухиваться, как этот Жора, и говорить, что, ну, типа там, вот, у меня что-то не получилось. Поэтому, парни, если у вас нет денег даже на тренинг, даже на то, чтобы изменить свою жизнь, или вообще, в принципе, многие жалуются, у меня нет денег, у меня маленькая зарплата. Еще раз хочу напомнить, те, кто, тот, кто хочет, он ищет возможности. Тот, кто не хочет, он ищет оправдания. Вот. А всем вам желаю почаще оказываться в таких местах и оказываться с любимыми женщинами.